В нашем организме, в той зоне, в которой мы живем, в 6.30 в кровь выбрасывается кортизол, потому что солнце встает, и нужно бежать, догонять, убегать, охотиться. И мы хотим или не хотим, в 6.30 выбрасывается кортизол, повышается адреналин, выбрасывается глюкоза. Люди, которые в это время не встают, фактически враги собственного организма. Если ты продолжаешь спать в 6.30, повышенный кортизол, повышенное давление, повышенное сердцебиение, повышенная глюкоза, а ты спишь. Это прямой путь гипертонии, диабету и онкологии. Люди, которые не встают в 6.30, очень мало живут. Это первое. То есть отрегулировать режим. Что происходит с животными, которые в Африке видят встающее солнце? Они смотрят, жмурятся от этого яркого солнца. В 6.30 нужно синхронизовать не только активность и кортизол. У нас циркадные ритмы бывают нескольких типов. Это наша активность циркадная. Ну, когда во что мы делаем? Когда спортом занимаемся, когда встаем, когда спим. Так некая синусоида нашей активности. Есть циркадные ритмы, зависящие от солнца. И циркадные ритмы, зависящие от времени. И задача их синхронизовать, чтобы они не вот так вот шли в разнобой, чтобы они одновременно вот так шли. Чтобы когда кортизолу была физическая нагрузка. А когда нет кортизола, можно отдыхать. Опять поднялся кортизол, опять нужна физическая нагрузка. Кортизол выбрасывают в 6.30 и в 4 дня. Очень большой выброс кортизола. В разы повышается кортизол. Поэтому его трудно померить. Потому что на 15 минут в другое время сдал кортизол. Или по другому циклу, так сказать, не диагностично. В разы. И вот в 4 часа дня выбрасывается огромная доза кортизола. Потому что в это время, после того, как солнце начинает садиться, опять перед сном нужно охотиться, бежать, догонять. И в это время кортизол, адреналин, глюкоза – это самое правильное время для физической нагрузки. Самые большие результаты в спорте – в 4 часа. Самое лучшее время для качания мышц у мужчин – в 4 часа. Самое лучшее время для сжигания жира – у женщин на боках. Это бассейн или гимнастика в 4 часа. Самая большая выносливость. Самые лучшие условия для сердечной системы. Самые маленькие риски, что ты перегрузишься, потому что готов организм к победам, физическим победам. Это единственное время, когда надо сделать перерыв на спорт, либо на секс, либо на бассейн. Дальше. Первое, что должно произойти, когда ты проснулся – это солнечный удар. Белый-голубой свет хотя бы 10 минут должен быть зрачки. И тогда запускается синтез серотонина, нашего главного нейромедиатора, лимбической системы мозга. Того самого нейромедиатора, который нас делает спокойными, уравномешанными, толерантными. Хорошая память, хорошее настроение, позитив. Ой, как все здорово. Дальше. Без конфликтность, нет тревожности. И вот это такое восприятие мира опускает базовый кортизол. Те, кто спят мало, про них неизвестно ничего, потому что все по-разному мало спят. В разное время ложатся, там, там, это очень важно, во сколько ложится. Но те, кто спят больше 8 часов, точно просыпают в 6.30. Люди, которые спят больше 8 часов, очень мало живут. Забавно. Казалось бы, наоборот, должно быть. Вот. Поэтому в 6.30 лучше встать, потому что, лучше потом лезь днем. Но в 6.30 надо встать, чтобы утилизировать этот кортизол, повышенное давление или глюкозу. Иначе прямой путь к диабету, гипертонии и пониженному иммунитету, простудам, простатитам, циститам и онкологии. Субтитры создавал DimaTorzok